Здравствуйте, дорогие телезрители! Я, Светлана Кузьмина, приветствую вас на программе «Вдохновение». И сегодня у нас в гостях музыкант, композитор Ливидин Владимир Павлович. Здравствуйте, Владимир Павлович. Здравствуйте, Светлана. Владимир Павлович, вы пишете музыку, вы участвуете в творчестве интересного хорового коллектива в Москве. А с чего начиналась ваша творческая деятельность? Как рано вы стали на «ты» с музыкой? Ну, вся моя жизнь, насколько я помню себя, а помню себя где-то с 4-5 лет, она связана с музыкой. Потому что все мои родные, моя мама, которая является моим первым педагогом, мой отец, они долгое время работали в музыкальной школе, отец был директором музыкальной школы, мама была педагогом, одним из ведущих педагогов музыкальной школы. Поэтому я очень рано начал учиться заниматься музыкой, насколько я помню, но в лет 5, мне было лет 5, я уже что-то там играл, что-то подбирал. И что хочу сказать, что все мои родные, включая даже мою жену Фариду, моя сестра, моя племянница, муж моей сестры, они все музыканты. То есть моя теща, жена, да. То есть практически вы жили постоянно в окружении музыки. А дома у вас звучит музыка? А дома у нас звучит музыка, да. Мы в последнее время, конечно, после того, как я принял крещение, большой интерес именно к духовной музыке, такой непосредственный интерес. Поэтому очень любим слушать, ну, во-первых, русскую духовную музыку, бартнянского, очень любим бартнянского, особенно в исполнении хора под управлением Полянского. То есть я считаю, что это лучший вообще интерпретатор творчества бартнянского, замечательного русского духовного композитора. Ну, и, так сказать, других композиторов, конечно, таких, как Архангельский, Чесноков. Мы очень любим русскую духовную музыку. Владимир Павлович, а вы выросли в семье верующих? Или как многие в то время были атеистами? В какой среде вы росли? Для меня долгое время была загадка. Понимаете, вот в чем эта загадка? Что я как раз вырос в полностью атеистической семье. То есть, ну, это было время Советского Союза, когда вера была не в моде. Отец у меня был партийный, далекий от религии человек. Хотя, как он говорил в детстве, он еврей по национальности. Он закончил три класса еврейской школы. И там они учили определенные молитвы. Но особой веры я не наблюдал в нем. Но мама, она вообще в Бога не веровала. Бабушка моя тоже считала себя атеисткой. Но тут есть своя интересная история, если хотите, я поделюсь. Я поделюсь, конечно, этой историей. Но у меня почему-то так получилось, что во мне была вера. Смутная какая-то вера. У меня была уверенность, что Господь есть. Несмотря на то, что все окружение в обществе, в школе, в семье. Но почему-то я не мог понять, откуда это идет. И я, конечно, беседовал с бабушкой на эту тему. Она меня очень любила. Моя любимая бабушка была. Я беседовал о Боге. Оказывается, ее мама, моя прабабушка, это было до революции еще, она была глубоко верующий человек. Она принимала у себя дома паломников различных. И свою веру она, как могла, передавала своим детям, моей бабушке. И вот бабушка мне рассказывала один случай, который определил ее позицию по отношению к Богу, к религии. Это очень интересно. Когда она училась в свое время в гимназии, до революции, как она говорила, во время экзамена одного она воспользовалась шпаргалкой. Что делают многие, да, даже тогда еще. Оказывается, это вечный инструмент студентов был и школьников. Она воспользовалась шпаргалкой во время сочинения. И когда уже нужно было сдавать свои работы, она сдала сочинение, но забыла шпаргалку там внутри, в тетради. Там же ее и оставила. Оставила, да. Когда она вспомнила, было уже все поздно. Она ощутила трагизм этой ситуации. И она, ну, как ребенок, она могла, что, она встала на колени и начала молиться. Дорогой Боже, сделай так, чтобы учительница моя не обнаружила эту шпаргалку. Такая детская молитва. Да, детская молитва, да. Ну, сделай, Господи, сделай что-нибудь, чтобы я не обнаружила. Ну и что? В результате, конечно, шпаргалка была обнаружена. К сожалению. Ей была поставлена… Двойка. Да, чистая двойка. Без всяких сомнений. И вот она мне говорит, ну, ты понимаешь, Володь, ну, я же просила, я так горячо просила, у меня была такая действительно критическая, драматическая ситуация. Я просила Господа, помоги мне. Господь не ответил на молитву. И вот она как бы всегда, когда мы возвращались к разговору о Боге, вот эта полемика, она приводила мне вот этот аргумент, как самый сильный в пользу того, что Бога нет. Понимаете? Но интересно, у вас родители потом же тоже пришли в церковь? Да, да. Уже, правда, уже в позднем возрасте. И я знаю, что у вас отец даже написал стихотворение по этому поводу, да? Расскажите нам, пожалуйста, отцы. Но я еще немножко коснусь своего детства. Хочу сказать, что меня всегда, вот я еще не понимал, где протестанты, православные, чем они отличаются друг от друга. Но меня всегда тянул храм, будь то православный или католический. А что вас привлекало? Меня привлекала вот эта таинственность, мистичность этого. И я заходил в католический храм, я ощущал что-то величие, какое-то там необыкновенное. Это было в детские годы? Начинающему музыканту, конечно, у меня это просто завораживающее впечатление производило. Вот. Под поводу моих родителей. Ну, это, конечно, все намного позже произошло, после того, как мы осмысленно приняли крещение с Фаридой. Это уже было в годы перестройки. Это уже было в годы перестройки. Что этому происшествовало? В 90-м году у нас была поездка в Израиль, когда открылся железный занавес. И наши друзья, собственно говоря, ученица моей мамы, которая в свое время эмигрировала в Израиль, она приехала в Россию и, в свою очередь, пригласила меня и Фариду посетить Израиль. Мы с радостью согласились. Замечательная была поездка. Нас возили по всему северу Израиля, по югу. То есть, мы, конечно, были в храме Гроба Господня. Потрясающие были впечатления, когда мы были на той земле, по которой ходил Христос, где Он страдал, в Вео-де-Ла-Розе. То есть, это, конечно, невозможно забыть. И вот через год уже мы приняли крещение. Что я хочу сказать, что этому предшествовало? Конечно, были поиски. То есть, мы пришли к крещению не по традиции. Понимаете, многие... То есть, наверняка, был какой-то поиск. Был поиск, да. Может быть, кому-то легче было, кто пришел по традиции. У кого мама или бабушка были уже в определенной динаминации. Нам, с одной стороны, было тяжелее, потому что надо было самому решить, определиться. Да, мы были уверены, Господь есть. Господь есть. Но столько динаминации вокруг христианской. Но человек верующий испытывает потребность в общении с верующими людьми. Да. А для этого общения нужно прийти в церковь. Прийти в церковь. Но в какую церковь, понимаете? Ну, поскольку я все-таки музыкант, я очень люблю творчество Баха. Я искренне его люблю. Много играл и наслаждаюсь, и читал о Бахе много. То есть, известный труд Альберта Швейцера о Бахе. Огромный труд, где именно раскрывается Бах не просто как музыкант, но как глубоко верующий человек. Для меня это было откровение. Это было в годы советской власти. Когда говорить о Бахе как о верующем человеке было небезопасно. Я в свое время даже пострадал. У меня был случай. Расскажите, пожалуйста. Участь уже в училище при Московской консерватории. На экзаменах по истории музыки у нас вела, не буду назвать имя, но очень именитый специалист, дочка одного из народных артистов СССР. И когда я под впечатлением прочитанного у Швейца о том, что, оказывается, Бахт, он очень любил Бога, верил в Бога, он был протестантом. И служил Богу. Да, он был яркий поклонник идеи Лютера. У него была огромная библиотека. Он хорошо изучал идеи протестантизма. И вот все его творчество, оно проникнуто идеей протестантизма. Вот эта идея спасения по вере, по благодати. Хотя через мучения, через страдания это все очень прослеживается ярко. Понимаете? Меня это, конечно, очень пленило. Но это было табу. Это было запрещено говорить об этом. В то время нельзя было найти Евангелие. Нельзя было найти Библию. Первое свое Евангелие я получил из рук Нины, вот этой ученицы, моей мамы, которая уехала в Израиль. И в дальнейшем уже я с ней ввел дискуссии о Христе. Я говорю, Нина, я от тебя получил это Евангелие. Но уже там изменились ценности. Вот когда вам в руки попало первый раз Евангелие, вы прочитали Евангелие. Что-то изменилось в вашем сознании? Что-то переменилось? Да, конечно. Когда я начал читать Евангелие от Матфея и других авторов, понимаете, я действительно прочувствовал вот эту великую жертву, которая была принесена Христом. Через те страдания, через которые мы прошли, это было настолько искренне, настолько остро это все ощущал. И поэтому параллельно с тем, что я изучал музыку Баха, понимаете, и вот на этом самом экзамене по истории музыки, к которому я сейчас возвращаюсь, когда я должен был рассказывать о творчестве Баха, я начал рассказывать о том, что он глубоко верующий человек. Интересно, как это реагирует преподаватель? Ну, я увидел, что глаза ее постепенно расширяются, расширяются, расширяются. Я себя не обеляю, конечно, может быть, мои знания были недостаточно глубоки, именно в том ракурсе, в котором она давала, понимаете. Я выпалил ей вот то, что я знаю хорошо, ну, там у швейцера много сказано. Но в результате я получил там тройку, наверное, с минусом, вот, и был зачислен в черные списки, как я понял, в дальнейшем, в дальнейшем. Потому что это было все запрещено, к сожалению, в то время. – Я думаю, что сейчас, вот, после такой интересной и яркой истории, думаю, будет очень уместно, чтобы наши телезрители посмотрели выступление одного молодого человека, его зовут Александров Владимир, и он исполняет ваше произведение на стихи, опять же, вашего отца. И называется это произведение «Благодарю тебя, Отец Небесный». Смотрим на экран. – Да. Благодарю тебя, Отец Небесный, за то, что я тебя познал. За то, что образ твой чудесный, Путь к жизни новой указал. Благодарю тебя, Отец Небесный, за то, что с Ним стою и я. И ты даешь мне свой ответ на ту молитву, на ту молитву, на ту молитву, Молитву, что читаю я. И где б не был, куда б не шел, Всегда я помню о тебе. Я рад, что я тебя нашел и выбрал новый путь себе. И каждый день ты вновь и вновь даруешь мне свою любовь. Благодарю тебя, Отец Небесный, за то, что я жалкий грешник твой и виноват перед тобой. Благодарю, Всевышний наш Отец, что в жертву Сына ты принес, Чтоб тысячи тысячи сердец спас от неверия Христос. Я верю, скоро, скоро ты придешь, И зло, не исчезнет навсегда. И полной грудью ты вздохнешь В тот радостный, счастливый день. Благослови меня, Отец, Благослови и не покинь. Благодарю тебя, Творец, Благодарю и говорю Аминь. Сейчас прозвучало очень красивое произведение. Это ваше произведение, Владимир Павлович, а стихи написал ваш папа. Через слова этого произведения я увидела, услышала, что это путь человека к Богу. Расскажите, пожалуйста, немножко о вашем отце. Ну, как я уже говорил раньше, то есть у отца был небольшой религиозный опыт в детстве. Он из еврейской семьи. Мама у меня абсолютно русский человек. А он три класса закончил еврейской школы. Они там изучали еврейские молитвы на еврейском языке. Он мне иногда немножко приводил, цитировал из этих молитв. Но особой веры я в нем как-то не наблюдал. Ну, потому что время было такое. И время, да. Война, образование, все это. Потом он был партийный. Он был очень большой общественный деятель. Вы рассказывали, что он был директором пусковской школы. Да, он, в общем-то, вот западный округ сейчас, да, Кунцевский район был. Москвы. Москвы, да. То есть он начинал там вообще музыкальное обучение. То есть с него все начиналось. Там был завод легких сплавов, Вилс. И вот при этом заводе решили организовать музыкальную школу. И вот отец, он тогда закончил институт имени Гнесиных, пришел после армии. Он прошел, кстати, очень интересный путь. Он был в Берлине, у него медаль за освобождение Праги. Он был дирижером полкового оркестра. Очень много воспоминаний. У него до сих пор трофейная скрипка, она висит у меня дома, в моей комнате. И после всего этого периода, конечно, советского, в течение которого он жил, понимаете, тяжело было говорить о приходе к Богу. Но, тем не менее, после моей поездки в Израиль, о которой я говорил в 90-м году, в 91-м году состоялось мое крещение. И Фариды тоже крещение. Вашей жены. Да, Фариды, моей жены, крещение. Причем это совпало с августовским путчем. Это было 25 августа. А 22-го, по-моему, был путь, да? Да, где-то вот в эти, чуть ли не накануне, где-то, я сейчас точно не помню, но вот произошло наше крещение. И после нашего крещения, конечно, я жаждал, я очень хотел, чтобы все мои родные стали верующими. Потому что я и Фариды, мы так горели вот этой любовью к Богу, что мы так увидели Господа, Господа любви. Нам хотелось, чтобы все это счастье испытали, но в первую очередь наши родные. А кто, как не мой родной отец и моя мама, да? Ну, мы как могли, евангелизировали, мы рассказывали, мы дискутировали. Есть Бог, нет Бог, почему Бог есть и так далее. Ну, отец поддался. Тем более, что, в принципе, он так легко, но все-таки он признавал, вот в силу своего, так сказать, детства и своего обучения в школе, он признавал, что все-таки Господь есть. Но сложнее было убедить, что Господь – это Иисус Христос. Это тот камень, который отвергли строители. Ну, я сейчас не буду приводить подробности наших разговоров. Это годы тянулись. Тем не менее, когда была первая евангельская кампания Марка Финли… В Москве. В Москве, в Кремлевском дворце съездов. Это было грандиозное событие тогда. Да, да, да. Это было грандиознейшее событие. Я просто настоял, чтобы мои родители посетили. Вместе с вами. Вместе со мной. Я приходил, я был тогда еще не член адвентистской церкви. И Фрида тоже. Но я настоял, чтобы они посетили эти собрания. И мы с Фридой настолько были очарованы. Я думаю, что многие это вспоминают. Вот чем я выделил, вот чем мне запомнилась, вот почему именно адвентистская церковь. Понимаете? Конечно, не только поэтому. Потому что там прежде всего, как мы уже поняли, там истина в полноте своей находится. Но еще потому, что мы музыканты. И вдруг вот после посещения совершенно разных церквей, разных направлений, где очень много хорошего. Но вдруг мы увидели церковь, которая исполняет классическую музыку со сцены Кремлевского дворца съездов. И причем на таком уровне это была элита Альфредовна Соколовская. Хор Глория. Да, хор Глория. Понимаете? Нас это просто потрясло. Просто потрясло. Мы решили, что это вот действительно та церковь, в которую мы должны прийти. Но мы еще не были. Мы еще, так сказать, где-то ходили в другие деноминации. Ходили. Мы еще как бы изучали. Мы еще готовились. Но уже внутренняя такая уверенность внутренняя созрела. И вот мои родители, Павел Александрович, отец и Ольга Михайловна, они приняли крещение после компании Марка Финли. Получили библии. Помните, тогда дарили большие, толстые библии. Тяжелые. Тяжелые, да. До сих пор эта библия сохранилась. Они приняли. И мама вела долгие годы служения в западной церкви, которая сейчас в Немчиновке находится. Она долгое время там была концертмейстером. Вот. Отец, он помогал. Он дирижер-хоровик был. Он и народник был, и дирижер-хоровик. Поэтому он консультировал наших дирижеров первых, которые там были в церкви. Он помогал им. Владимир Павлович, я благодарю вас за столь яркий, эмоциональный и очень интересный рассказ. Вы знаете, в нашей передаче есть добрая традиция. В конце мы задаем несколько вопросов. Маленькие вопросы, которые не требуют больших ответов. И первый вопрос будет в следующем. Какое качество вы более всего цените в христианине? Без сомнения. Это искренность и любовь к ближнему. Какой библейский герой оказал на вас большее влияние? Отвечаю, не задумываясь. Это царь Давид, пророк Давид и псалмопевец Давид. И последний вопрос. Когда вы предстанете перед Богом, что вы ему скажете? Господи, как я рад тебя видеть в царстве твоем. Аминь. Владимир Павлович, мы очень благодарны, что вы нашли время и посетили наш радиотелецентр. И очень много всего интересного рассказали. Мы надеемся, что вы снова побываете у нас в гостях. Желаем вам Божьих благословений и успехов в вашем творчестве. Дорогие друзья, в заключении нашей программы прозвучит интересное произведение. Автор которого наш сегодняшний гость. Это Владимир Павлович Левитин. А произведение называется «Не даст он поколебаться». Желаем вам всего доброго и до новых встреч. Не даст он поколебаться на гитаре. Не даст он поколебаться на гитаре. Не даст он поколебаться на гитаре. И на гитаре. М нам всего доброго и до новых встреч. Но не даст он поколебаться на гитаре. О том, что в гостях на гитаре. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ